Службы вас не ходят, послужбы как-то? Ну, конечно, послужбы не подходят. Наблюдается. Послужбник контролирует. Ну, наверное, скоро в наши места. Ну, естественно, мы, на самом деле, становимся причем, враги сами себе. Они-то понимают, что если мировой правитель окончательно их подомнется, они решатся государственной кормушкой. Им хочется сидеть в этой кормушке и крюкать, да. Так же? Ну, они сейчас ищут какую-то концепцию, наверное? Конечно. Вот они, по мне, уже с поклоном идут. Это на каком группе? Как это серьезно сейчас происходит? Серьезно. Всех, у кого голова работает, все думают, как остаться у вас. А я им говорю, ребята, я вас за счет обучу. Но как остаться у вас? Нет проблем? А сама власть, она может влиять? Или она все-таки правильная? Нет. Ну, вы понимаете. Сейчас все управляются в неравном правительстве. Конечно, у них сейчас нету силы противостоять, потому что народ еще не готов. А если это на местном, например, в местном какой-то, у нас вот родоверческая община, на Общевском районе, там вроде к нам пришли как ПСБ, местная милиция, они посмотрели, у нас праздник там был, и посмотрели, увидели, говорят, там никто не пьет, как что-нибудь странно. И на каком уровне с ним общаться? То есть можно давать эту информацию? Конечно, не можно. И будут ли их там кто-нибудь прикрывать сверху и заставлять, не заставлять, а наоборот, отговаривать или пугать? То есть нет такой какой-то волны общей на мировоззрение? Зачем кого-то пугать? Наша сила в правде. Я им так и объясняю. Ребята, хотите иметь власть и крепкую державу? Ведь если сейчас нас уничтожат, вас в первую очередь к стенке поставят. Так же? Они для мирового правительства враги номер один будут. То есть власть ему еще, в которой голова еще работает. Так же? Они, ну, мировому правительству они будут не нужны, это они понимают. Ребята, есть тот фундамент, на который вы можете опереться. Это опыт крепкого. Это же аксиома. Кто не знает своего прошлого, того нет будущего. Возьмите на вооружение опыт крепкого. И у вас будет возможность, значит, на этот опыт опереться и победить тогда. По крайней мере, вы сможете державу восстановить. Другого фундамента у державы нет. Это же понятно? Любому человеку здравомышленному, если он не будет опытом предков Божьего, он будет колесо изобретать. Так же? Допускать те же ошибки, что наши предки допускают. А если разобраться, если опыт наших предков полтора миллиарда лет только на этой планете, какой багаж, это кто нас может своротить, если мы фундаменте и укрепимся. Думаю, да. А вот сказать там в той же самом правиле, что у нас опыт полтора миллиарда лет. Да не надо их трогать чуть-чуть. Нет. Это кто хочет разобраться, то сам идёт. Доказывать никому не нужно. Помочь, да. А доказывать, что бисер переследить. Это клиническая. Ну да, как-то надо внедрять эти книги. И вторую вещь ещё необходима, чтобы крепкая держава была. Необходима цемент, который нас всех объединили. То есть у нас разные политические партии, общественные организации, религиозные конфессии. Ну куча всякие. Все как лебедь, раки, щука в разные стороны тянут. Так же? Я говорю, а хотите объединить? Вот чтоб все партии за вами пошли. Ну есть такой термин, как перехват власти. Знаете же все, что это такое? Ну как можно из другой партии всех людей себе забрать. Так же? То есть возглавить эту партию. Я говорю, я могу вас научить. Любую партию вы под себя подгребёте. Есть простая вещь такое. Это здравомыслие. Если вы поднимете знамя здравомыслия. Ну помните, все что нужно разбирать. Что такое самомнение, что такое здравомыслие. Все понимаете, да? Да. Тогда к любому подходишь руководителю партии и говоришь, а ты вот проявляешь здравомыслие или нет? Он говорит, а что мне это здравомыслие? У меня своё мнение есть. Тогда всем последователям этой партии сказали, ну ваш лидер, это козёл, который ведёт вас на бойню там. Он не здравомыслящий человек. Причём здравомыслие это позволит вас прийти к власти. А зачем вам? Знаете, почему отцам дают козла вместо божака? Знаете, ну его козла дают, они думают, это баран, рога такие, а он знает куда идти нужно. И всё, за ним все стадо баранов идёт. А козёл идёт впереди, потому что там воздух почище и трава погуще. А отцы думают, что он знает куда идти. Так сказать, это ваш лидер козёл там. Куда? Он сам не знает. Он на резерве побольше, да воздух почище. А вы за ним идёте. А он вас не заинтересован. А я поднимаю на знание здравомыслия. То есть я гарантирую вам победу. И так к любому партии приходишь, и там всё, людей по себе подбираешь. Только нужно сказать, что ваш лидер не проявляет здравомыслия. Если он проявляет здравомыслия, значит он соратник мой. Легко прийти в классы таким образом? Легко. И вот сейчас всем политическим деятелям нужно вот эту вот идею подкидывать. Это та Соломинка, за которую они сейчас все хватаются. Они быстро соображают выжитут всего этого. Но нужно осознавать, что перестройка делится на три этапа. Это перестройка, перестрелка, перекличка. Сейчас пока второй этап начинается. А вот третий этап, вот тогда будем все объединяться. Это третий этап наступит. Да я думаю, всё это быстро произойдёт. На крови в воду будет. Ну, представьте, что у вас тут отключат электричество среди земли. И крови не нужно проливать. Ну, представьте, мороз на улице, значит электричества нет, значит не работает топливо, у вас отопления нет, газ не работает, водопровод не работает, канализация не работает. Магазины закрыты, транспорт встал. Я ещё и перекрою двора, чтоб вы не смолил. Мародёрство начнёт. Мародёрство – это самое страшное, с чем придётся столкнуться. Ну и сколько в живых останется? Распорт в воду где-то, перекрою. Ну всё, закрыться будет и транспорт, и магазины будут закрыты. Магазины разрабят по-быстрому вот эти вот маленькие. Ну там продуктов дать. Шестьдесят процентов с запада идёт продовольствие. Так перекроют, ничего не проют, не транспорт встанет. А дома на каплике не имеют особого смысла, да? Ну придёт сосед с топором, берёт там всё что есть, да? Он скажет, что у меня дети с голоду там пухнут, а у тебя там кусок хлеба есть. Ну как я объясню. Так? Ну если не будет света, то тогда не сможешь даже приготовить. Вот именно. Ну и вот посчитайте. То есть специально людей же, вы видите, сгоняли, разоряли колхозы, совхозы, посёлки, деревня, хутора, все в города забирали. Так же? Что прикольно. Уже все колхозы, совхозы у нас были автономные. Так же? Да откручат электричество им, да им плевать, они и выжили бы так. А зачем это? Потому что им наша территория нужна. Обама сказал, что через несколько лет мы все будем жить в России. Что вы не слышали? Он в открытую заявил. Маргарет Федорович сказал, что мы в России оставим 15 миллионов русских дебилов, которые будут рушать наши нефтяные скважины и рудники. Раскрытие вам заявлено. Что? По телевизору. Кто слышал, поднимите руки. По телевизору она заявляла. Раз человек, кто ещё слышал? Мало. Я слышал. Да она несколько раз, два раза это по телевизору. Там переводчик обалдел, говорит, может быть вы хотели сказать 150 миллионов? Она, ну, ну, нет. То есть все это в открытую говорится. Они скупили всю землю нашу, вы что не знаете, кто тут хозяева сейчас поскупали? Англия скупила, у нас всё Каспийское побережье скупило. По всей России земли скупаются. Что вы это, не знаете? Китай оккупирует весь Дальний Восток, всю Сибирь оккупирует. Если в Сибири там 8 миллионов населения, то там будет жить 10 миллионов китайцев. Сейчас на границе всё сосредоточилось. Сейчас заводы им строят и просто заселяют. Идёт оккупация в полном плане. Информацию вы на сайте. Вот там вот Москвы куда вообще перемещаться? Ну, существует такое правило. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Ну, не знаю, смотрите уже. Кто-то на Урал, кто-то на Балдай уходит. В лес Москвы тут и седать им тоже не способны? Естественно. Почитайте, вот хорошая книжка. Это Беркем Аль Атами. Мародёр, каратель и другой Урал. Это инструкция. Это для тех, кто ещё не в теме и думает, что можно выжить в городе. У него даже на сайте вывешено письмо. Ответ на письмо. Ему читатели присылают письма. И там на 8 страниц. Вот просто возьмите хотя бы эти 8 страничек, прочитайте. Это ещё раз книжка. Беркем Аль Атами автор. Но он Бакирова померяет, а это псевдоним. Значит, мародёр, каратель и третья книга, другой Урал. Выходили все три книги в одной книге. И последнее, по-моему, издание, там мародёр и каратель, только из другого Урала. А какие знаки будут, что надо уже переселяться? По телевизору открыто сказали, что в мае следующего года уже в Нибиру будет видна невооружённая зарядка. Когда мы её видим, уже может перемещаться, да? Но её в Турции уже видно. Через телескоп или какой? Да. Она вращается вокруг звезды Мара, погаршее Солнышко. И будут такие воздействия, гравитационное Солнце, что учёные официально заявили, что будут такие вспышки, что погорят все работающие трансформаторы. Вот нас сейчас опровергает информация. Говорят, что нет ничего. Правильно. Потому что они на Южный полюс перетащили туда специальный телескоп, который в инфракрасном спектре может видеть. Потому что это Солнце только в инфракрасном спектре видно. И всё наблюдали за ней. А все астрономы, которые были в теме, их начали просто отстреливать. Сейчас по статистике смертность среди астрономов выше, чем у лётчика-пресветателя. А саму планету видно только через трех суток? Планета, да, она блестящая. Потому что они что делают? Они... Солнце гаснет, им нужно там такой паниковый эффект сделать на планете. Для этого у них технология разработана. Они золото распыляют в атмосфере. И получается такой... Как бы... Да. Вокруг. Поэтому эта планета... Значит, как это Солнце гаснет? Да? Нет. Их, Солнце. А кто они? Кто это? Это дреки, драконы, зеты, как угодно. Которые Нибиры, что ли? Которые тут, Влад, захватили с помощью мирового правительства. Нас оградят. А Нибиры – это плохая планета? Нибира? Да. Ну, это ещё и планеты, они же оттуда пришли. А Тумаки их там называют. Он зайдёт к нам, а вот из-за этого будет война. Конечно. И всё золото, которое у нас награбили, всё туда берёт. Вы посчитайте, сколько золота добыто за период там советской власти, за период царской власти. За исторический период. Сколько золота добыто? А где оно сейчас хранится? У него пучка. Вот хороший вопрос. А по всему миру добывают. Это уже Эверест такой. И кому этот Эверест понадобился, а? Они что, добывают опять землю закапывают? Это что, они идиоты? Да. На Луну они расправляют. А куда это, алмазы все деваются? У нас вывозятся там вагоны, алмазы. Куда всё это девается? Много вы бриллиантов в своей жизни видели? Ну да, редкоземельные элементы там, нефть деваются. Вы посчитайте, сколько это бывает и сколько человечеством используется. Это же легко посчитать. А наши предки, они всё в этом же написано. Всё для чего они берут, для чего используются. Читайте, что будь предком пользуетесь? Что ж? Занос вокруг пальца водит. Если всё это уже расписано давным-давно. А Боги помогут, чтобы они это не смогли сделать? Да, Боги им помогают. Потому что они наши учителя. Мы сейчас проводим урок именно выработки иммунитета против лжи. Основное оружие демонов какое? Ложь. Так же? У них так и написано. Мы должны всегда говорить ложь. Если мы со лжем один раз, нас уличат в лжи. Если мы будем молкать всегда, нам поверят. Это их инструкция. Всё их на лжи. Христос им так в лицо сказал. Ваш отец дьявол. Он лжец и отец за лжи. Когда говорит ложь, говорит своё. А вы хотите исполнять похоти, а не давай. Так же? Прямо в лицо им так и сказал. А иммунитет против лжи – это здравомыслие. Только здравомыслие позволяет избежать обмана. То есть, Библия станет как-нибудь? Ну, естественно. А по золоту можно вопросом? Да я как-нибудь знаю, что золото можно сами делать. Просто это процесс немного более энергетически затратный, чем его просто добывать. Неужели они, обладая такой цивилизацией, знаниями, не могут его просто синтетически сами сделать? А что, разве они добывают? С талахов нашли попуасов, которые им добывают золото. За фантики. То есть, им дешевле, грубо говоря, отрицать такую систему, чтобы мы сами добывались? Совершенно верно, да. И на всех планетах они всех и разводят, местных аборигенов. Как попуасов там за стеклянные бусы. А нас за фантики цветные разводят. Мы еще тупее, а мы какие-то попуасов. Получается так же. То есть, для меня не сопоставим, вот на штабку нужно энергии приложить, чтобы организовать всю эту систему вокруг планеты Земля, и чтобы ее, вот в научной лаборатории мы уже умеем делать золото. Просто оно слишком дорогое получается. Ну а зачем им ехать в Питер через Камчатку? Это проще так. Тем более сама эта планета, она подлетает к Земле, загружает, там со всех планет загружает, и дальше опять в космос она улетает. У нее очень вытянута орбита такая. Все эти снимки он уже даже в интернет выбросил. То есть, патриоты, которые там, на этих секретных лабораториях, они даже в интернет снимки. Это не Биру, уже наон. В шарке там все это изображение. Это все изображалось у Шумеров, там, в Египте. Это крылопедист. А и она смотрится именно как крылопедист. Вот эта серебряная, как вот кольца Сатурна, они как уши, как крылышки смотрятся. Точно так же атмосфера, которая насыщена там золотом, точно так же смотрится, светится. И на следующий год, вот, уже будет невооруженным взглядом, что это будет. Это как второе солнце светит. Еще год осталось. Алексей Васильевич, а стойки и ожидали космического десанта? Так, естественно, они же все это будут забирать от нас. Ну, в открытую. Сейчас из этих откусок еще получается? Ну, посмотрите поле битвы с землями. Голливуд отказался его снимать. Все это за свои деньги человек снимал. Так, все же в открытую. Посмотрите, сейчас вышел фильм Аватара. Так же? Все же в открытую вам говорят. Что вам еще? Что? Фильм Аватара, его стоит смотреть? Ну, конечно, там все же показывают. Как прилетают эти гады на планету, мимикрируют, превращаются в местных абоременов, изучают священные места, а уничтожают и заставляют добывать полезные ископаемые. Так же? Все же один к одному. В ведах же все это написано. Еще пять тысяч лет назад нам инструкцию написали, что с нами будет происходить. Читали, все же расписано. Люди, которые эти фильмы снимают, они в теме. Они понимают, что происходит на самом деле. Это для молодежи вот с такой развлекательной формы, там, в 3D, что привлекательно было. Ну, хоть цяк возьмите, да поставите, что с вами будет. Ну, так потом в этом фильме же еще показано, как человеческие существа могли бы жить, да, в единстве со своей матерью-природой. Вот. Это тоже, по-моему, очень ценная информация. А мы так и жили раньше, так ли? Ну, только и дело, да, что для современного человека это какое-то диво-дивное, и что-то вообще какая-то, ну, не вывалится. Хотя, на самом деле, скорее всего, я думаю, что так оно и будет. Мы так и жили, и так и будем жить после перестрелки. Очистимся от этих паразитов космических. И опять 10 тысяч лет будет тут процветание на планете. Потом будет, правда, еще хуже. Уроки повторяются. Поймите, цивилизации уже много раз на этой планете были. То есть проходят определенные обучения. Ну, все, значит, другой урок нужно делать. Так и сейчас, и эта цивилизация скинет. Потому что, если она не исчезнет, то все живое на планете исчезнет. Вам нужно доказывать, что сейчас на планете троится? То есть, если не остановить технократическую цивилизацию, то все исчезнет на планете. Факты у вас есть? Могу вам просто факты рассказать? Ну, например, каждую секунду лес сокращается на 5 квадратных километров на планете. Лес – это легкие планеты. Уничтожится лес, уничтожите все живое. Вот Дума, здесь 5 квадратных километров каждую секунду. Сокращение. А это уже все живое? Нет, сокращение. Не то, что там разбет, там салют, салют. Это сокращение. Рощадь сокращается на 5 квадратных километров в секунду. Что же у них не сокращается? Ну, еще как сокращается. Тут такие леса кругом везде были. Точно не помните? Вся Сибирь в лесах была. Где Кавказ? У нас даже вертолеты не вывозят лес. У нас штифы такие были, что в Синичный трактор в Синьку раз выворачивался. А сейчас все. Нету ничего. Алексей Васильевич, то есть правильные планы мирового правительства, что нас нужно 500 миллионов сюда? Да они вообще хотят белое население вообще уничтожить. Потому что мы хозяева на этой планете, они нас очень боятся. Все кавказские народы подлежат поголовному уничтожению, потому что они не могут работать. Поэтому у нас начинается в 19-м году война. Начинается заваруха в Азербайджане, перекидывается в Тахистан, Чечню, Ингушетию и так далее. Доходят до Адыгей. И все они будут пытаться делиться от России. Россия якобы не разрешит им. И два года там риск не будет. То есть столкнут мусульман и христиан. Специально сейчас поднимается ислам и поднимается христианство, чтобы столкнуть руками. То есть у них политика такая, разделяй и властвуй. Ну все же знаете. Вот столкнут христиан и мусульман, и начнутся там фанатики резать друг друга. Я немножко не об этом. Я о том, что все-таки правильные планы мирового правительства 500 миллионов, чтобы нас жило. Потому что технократически мы не сможем столько леса, да? Нет, неправильно. Потому что тут 27 миллиардов жило на этой планете были времена. И земля, матушка, матушка. А, как же лес? Как же лес? Это сейчас ведь мы живем в каменных домах, да? В большинство населения, так ведь? Да. А если мы будем на земле, значит надо леса-то больше? Логично. Логично. А вот Серафиму... Ой, вернее, это там... Этому... Порфею Камичеву Иванову много нужно было дров, чтобы протопить сырье избушку. Это, кстати, тем более. То есть сейчас мы используем газ, нефть, а тогда все будут, значит, еще и дрова. То есть мало того, что дом нужен быть из дерева, мебель вся из дерева, да, а еще плюс еще дрова. Можно вообще... Да, тогда еще хуже будет. Вы, наверное, не поняли, о чем я спрашиваю. Я чисто здравомыслие проявляю. Я это и я жалуюсь. Вам подсовывает технократическая цивилизация, протезы, центральное отопление, печки. Человек способен не мерзнуть. Перейдите на сыроедение, и вы будете на снегу спать. Точно. Вот наша культура. Вот есть сыроед. Города, ты на снегу можешь спать? Сколько лет сыроедения? Чистый сыроед? Живым нет. Четыре месяца без молочки. На снегу спать не могу. Полтора года чистого сыроедения, и все, температура восстанавливается. Человек способен управлять своей температурой тела. А вы перешли? Да, монодиета сыроедения. А вы сыроедение? Я полтора года имел такой опыт, но сейчас трупами питались. Чем? Чем? Технически обработанными продуктами. Это уже трупы. Мертвые. Мертвые. Но как только появится возможность, я с радостью перейду на сыроедение. Приходится ездить по городам. Бозить с собой хороший блендер. Нет таких партинарий, чтобы рядом была кухня хорошая. Вот когда я буду жить на земле, вот тогда проблем не будет. И когда эта цивилизация открямляет, я только буду радоваться. На данный момент я смогу жить так, как я хочу. А вот говорят, есть такие люди, которые вообще ничего не едят? Есть, конечно. А вот кажется, это вообще возможно в городе делать? Веда та, как говорится, что питание человека зависит от уровня эволюции человека. Человек на первых этапах эволюции, когда он из животного царства перешел в человеческое, он ест все подряд. Но в результате человеческой жизни у него появляются этическо-нравственные понятия какие-то. И если он попадает на мясокомбинат и видит, когда забивают там животных, то он, нормальный человек, отказывается от мяса, рыбы и яиц. То есть безубойная гильета. Он не хочет убивать другие существа ради того, чтобы поддерживать свои жизни. Если он понимает, что можно жить прекрасно безубойной диеты питаться, он переходит в вегетарианство. То есть молочно-растительная диета. На следующем этапе эволюционного развития, то есть его эволюция повышается, он обретает ясное видение. Он начинает видеть ауру, и он видит, что термически не обработанная пища, она светится. А ее стоит термически обработать, и это труп получается. Все, там нет свечения, нет праны. Он говорит, да зачем мне этими трупами питаться, когда лучше живой пищей. И он становится сыроедом. На следующем этапе у него еще больше появляются способности, у него терапевтические способности. Он понимает, что лес, например, страдает, травы страдают. Листик сорвал какой-то, все они кричат от боли. И он уже не может даже питаться сырыми фруктами, овощами. Но как говорят, что вегетарианцы не едят мясо, а не едят животных, они их объедают. И он не хочет питаться уже живой вот это его. Ему достаточно микроэлементов от опавших листьев. И он питается опавшими листьями. Благодаря такой диете у него еще больше способностей проявляется. Ну, например, все ждать, что есть алхимия. То есть у нас открывается поиск философского камня, это поиск своего я, на самом деле. И он осознает, что он, пройдя минеральное царство, может синтезировать любое химическое вещество, которое необходимо для жизни. Любое жиры, любые белки, любые углеводы. Он говорит, а зачем мне это опавшее листье? Я могу синтезировать любое вещество из воды. И он переходит на питание одной водой. Тогда у него способность все еще больше проявляется. Он начинает чувствовать прану, то есть энергию космоса. Он говорит, а зачем мне вода, когда я могу синтезировать воду из воздуха? Он переходит на питание одним воздухом. Потом говорит, а зачем мне воздух, когда мне удобнее полгода в долг делать, полгода в воздух. Некоторые люди дышат. Ну, ты... ...